здравия всем слушателям подписчикам моего канала с вами виктор максименков и в этом видео я предлагаю продолжить тему антарктиды и показать вам еще один архив из недавнего прошлого где зафиксирован античный разрушенный город который расположен в антарктиде ну прежде чем приступить к рассмотрению этих фотографий хочу развеять некоторые мифы а самые главные мифы тот что антарктида полностью покрыта льдами на самом деле это не так антарктида самое сухое место нашей земли там бы подать меньше осадков чем в пустыне сахара например а два процента территории антарктиды вообще известны как сухие долины потому что они полностью свободно от льда и снега и дождя там нету вообще от слова совсем то есть а вот одна из фотографий этих мест то есть антарктида это не просто какой-то сплошной ледяной покров это наоборот неравномерный ледяной покров который конечно больше там грубо говоря в центре континента то есть вот она советская карта которая была сделана много-много лет тому назад где желтенький показана толщина льда вообще незначительно либо ее вообще отсутствие льда но примерно с 50-х годов двадцатого века лед это тает то есть площадь ледника уменьшается говорят что ледник все еще растет высоту ширину ширина его уменьшается а с 2012 года этот процесс вообще пошел устрашающими темпами то есть площадь ледников уменьшается в антарктиде то есть материк терять ежегодно до двух с половиной тысяч тонн ледяного покрова то есть считается что если этот процесс не остановить ажио прошлые десять лет он идет просто фантастическом режиме то антарктида вообще лишиться своего ледяного покрова конечно это приведет тому что уровень океана подымется на 60 метров многие прибрежные города будут затоплены но сейчас вопрос не об этом сейчас вот фотографии которая показывает как уменьшается ледники на некоторых островах которые находятся рядом даже с антарктидой это к чему это к тому что все эти новые находки в последнее время предыдущий год они не случайны просто тает ледяной покров ну соответственно еще тут один момент хотелось бы рассмотреть есть данные например что в 2001 году американский спутник шпион обнаружил древнее сооружение или аппарат который лежал заключенных в милях антарктического льда тайный проект раскопа как объекта был начат немедленно по следам находки новость о повышенной активности сша в антарктиде дошла до ушей европейской верхушки и вот что они заявили если это что-то что американские военные построили в глубине то они нарушают международные договора об антарктиде сказал помощник николь фонтен он в то время был помощником спикера европейского парламента если нет то это то что по крайней мере существует 12 тысяч лет столько времени лед покрывает антарктиду тогда это можно назвать одним из старейших искусственных сооружений на планете пентагон должен прислушаться к призывам конгресса и сообщить все что скрывается ну понятно что никто ничего не сообщал но это к тому что во первых обратите внимание а где же миллиарды миллионов лет когда антарктида покрыта этим льдом они прекрасно знают что самый крайний срок когда антарктида покрылась льдом это 12 тысяч лет и да она связана с атлантидой почему потому что атлантида и фата погибли в той катастрофе у меня есть видео перейдите посмотреть атлантида находится другом месте но вполне вероятно что антарктида там находились атлантические поселения которые погибли вот эти 12 13 тысяч лет примерно назад в этой глобальной катастрофе когда погибла вторая луна земли фата ну и тонули многие континенты погибла цивилизация прошлого это видео мне есть на канале там показано где атлантида потому что антарктиду многие путают с атлантиды ну может там и было одно из поселений но все-таки атлантида она в атлантическом океане как находилась таки находится я показал где это но когда мы видим вот эти фотографии видно что они были сделаны в первой половине двадцатого века они черно-белы они принадлежат архива дни одной из спецслужбы в наше время тоже все равно не редкость но не есть мы видим античное здание до анта это одно славянских племен по всем легендам поэтому их стиль архитектуры называется античный стиль он от этого так и называется потому что он соответственно это бывшие жители атлантиды и бы он конечно примыкает к атлантике вот это здание зафиксировано фотографии это антарктика асти а стиль здания античные античные колонны и соответственно тает лед тает снег и мы начинаем видеть эти разрушены античные сооружения еще одна фотография на эту тему еще одна фотография того же античного здания с теми же античными колоннами на континенте который все вся так называемый лита прекрасно знает что он погиб 12 тысяч лет назад не вот еще одни разрушены здания сооружения то есть погибший античный город который погиб скорее всего максимум 12 тысяч лет назад а может и даже раньше подобные фотографии не так уж много но они присутствуют все ссылки на использованы фотографии видео под видео переходите смотрите откуда это было взято но помните что эти фотографии также как быстро появляется так они же быстро и удаляется поэтому если видео вам интересно лучше его просто сохранить но все ссылки на материал есть в описании под видео мы видим снова разрушены какие-то здания сооружения остатки каких-то колонн каких-то поселений я напоминаю это антарктида это антарктида и снег здесь конечно не случайно и здесь дальше мы видим пирамидки маленькие либо это там под низом еще большая пирамида либо это по пирамиды которых используя погребе бене потому что вот так они не такие уж и большие на самом деле ну может это погребальные пирамиды скажем так почему я так говорю потому что такая традиция сохранилась и дальше и в наше время были даже такие погребальные пирамиды они даже в питере во многом существовали и в россии кстати было раньше много но сейчас строят по-другому посмотрите это все фотографии из антарктической одной из экспедиции одной из спецслужб то они появились наше время их не так уж много но мы видим здесь именно античные здания какие-то энергетические структуры потому что это уже пошли какие-то объекты энергетики почему я так говорю но мы сейчас увидим что ведь это вход куда-то то есть либо какие-то погребанные камеры либо какие-то техногенные сооружения и если мы посмотрим что же они там внутри находят то видим какой-то огромный шар скорее всего это устройство какие-то энергетические прошли цивилизации почему я так говорю потому что вот такие вот обелиски москорей скорее всего это не обелиски это какие-то именно может передающие накапливающие устройство что-то типа наших столбов только без проводов то есть технологии беспроводной передачи энергии ну соответственно цивилизация погибла устройства остались вот что они там ищут вот почему запрещен вход в эту антарктиду не для того чтобы сохранить какую-то мифическую природу именно для того чтобы первыми получить все самое интересное все артефакты прошлых цивилизаций ну таких обелисков множество найти фотографиях ну скорее всего что-то не обелиска именно технологии передачи энергии выработки накопления как видите этих таких сооружений множество тоже непонятные сооружения что-то покрыто льдом таких уже остатков обелисков либо разрушены части зданий множество ну все они тоже фиксируются изучается это экспедиции когда были сделаны эти фотографии нет ни времени не даты никто это делал есть только что это скорее все один из архив спецслужб опять же вот видите какой-то памятник в антарктиде памятник кому опять же это тоже скорее все какая-то статуя античная но она просто покрыта снегом и льдом поэтому так выглядит как такая белая на самом деле ведь там под ней под этим снегом просто проступает какой-то камень и это все на фоне какого-то разрушенного сооружения стоит я уже показывал и предыдущие фотографии где есть другой античный город экспедиция английского мореплавателя первооткрывателя южного полюса тоже кто не видел перейдите посмотрите потому что показывал что антарктида есть на картах еще до 1531 года это что она пропала с карт совсем недавно прекрасно знали ее очертания так что вполне вероятно этот континент то замерзал то расстаивал то снова замерзал поэтому это был не один цикл а какая-то c серия циклов и катастроф там уже находили вытянутые черепа и какие-то окаменевший гнома множество окаменевших растений животных пирамиды и множество вообще чудес и артефактов которая показывал предыдущих видео переходите смотрите там очень много информации по антарктиде того что вы не знали ну если узнаете то вы по и более проще будет понимать мироустройство как это все работает и помните повторение мать учения но информация сразу не усваивается смотрите видео столько раз сколько нужно все ссылки на использование материал как всегда в описании под видео нажмите кнопочку еще и это все откроется но помните как эта информация быстро появляется она также быстро исчезает поэтому если что-то вам интересно сохранять информация взята из по из этих ссылок если вы найдете подобную информацию с подобные интересные факты тоже оставляйте в комментариях оставляйте ваше мнение тоже есть в сети видео как раз по экспедиции американцев 2001 года если хотите продолжать напишите в комментариях рассмотрим эту экспедицию есть там видео интересные материалы что они там все-таки нашли также напоминаю что у меня существует мой сайт где я размещаю не просто информацию те же мои статьи в том числе запрещенные на ю тубе но я открыл там и магазин магазин этот открыт для тех кто хочет и может содействовать мне в моей же деятельности для того чтобы я свою деятельность продолжал но те кто не может мне содействовать и опять же хочет это сделать сам или купить в другом месте пожалуйста но только перейдите магазин и посмотрите что должно быть у каждого человека то есть у каждого человека должна быть не просто информация при раз жизни тут же славянский гороскоп потому что там указано ваше предназначение на всю вашу жизнь если вы его не знаете вы живете широко закрытыми глазами но и то же самое что опять же тот же иван чай это универсальная система снабжения организма витаминов то есть царь всех растений иван чай тот же уп метр без которого нельзя понимать какую жидкость ты потребляешь какую еду ты потребляешь опять же этот магазин открытый для тех кто кто кому нужна помощь кому нужна поддержка то есть том числе техническая кто хочет получить уже проверенные приборы получить гарантию от продавца и все это будет готово просто к использованию не общаться с товарищами китайцами общаться с живыми людьми которые вам помогут всегда дадут гарантию если надо заменят хотя эти приборы так отработаны что поломок фактически не бывает и а генератор живой воды опять же чтобы вы понимали там вам нужно следить только за тем чтобы была обычная работа то есть была платиновая пластина которая работает от электричества и все опять же тот же а также амарантовая мука это цветок бессмертия где вы возьмете не принципиально он должен быть у вас потому что там все основные аминокислоты почему амарант это цветок бессмертия он называется не просто так то есть вы можете сами вырастить найти в своей области пойти тот же иван чай собрать сами себе но это должно быть у вас потому что без этого нормальная жизнь функционирование человека невозможно то есть иван чай это витамины амарант это аминокислоты тоже активное железо это ваши кровяные тельца ваши опять же стволовые клетки которые помогут восстановить ваш организм то есть все что собрано у меня в магазине как раз нужно каждому человеку где вы это возьмете не принципиально ну принципиально о том чтобы вы знали понимали как это работает как это контролировать ну и приходите те кто хотят и могут содействовать мне в моей же деятельности для того чтобы я ее продолжал для того чтобы сохранялась гармония во вселенной то есть вы получаете полезную информацию от меня но я получаю тоже полезное от вас